Okay, let's review for a minute what we talked about yesterday, and then we'll go on from there. So we're talking about how to hear the voice of God, how to receive guidance from the Lord for our daily life, and the first part what we're talking about is how to put yourself in a position that you can hear the voice of the Lord. Because if we just talked about methods or different ways God speaks, it doesn't mean that you're going to hear the voice of the Lord. Because if we're going to talk about it in a different way, method, and how God speaks, our position is not right, then, возможно, we don't hear it. So, remember, we talked about that we have to believe that God is going to speak to us. And, as we said, we have to expect to hear Him. We need to seek His face. We need to seek His face to speak to us. What else should we talk about? О чем еще мы говорили? Препятствия, hindrances. Hindrances, okay? Things that keep us from hearing the voice of or choke the ability to hear. Более, что не дает нам слышать голос Бога, заглушают эту способность. Более, мы говорили об идолопоклонстве, когда что-то стоит на первом месте, но не Бог. Или, когда я надеюсь на что-то больше, чем на Бога. Например, может быть, мнение какого-то человека больше для меня значит, чем мнение Бога и выбор Бога. И потому, мнение человеческое становится на первом месте, а не Божье. Так же, когда неправильные приоритеты у нас. Я спросил, какие могут быть примеры неправильных приоритетов. Или мне, допустим, нравится спорт, спортивные игры. Ничего плохого в спорте нет. Но если спорт стоит на первом месте, А, и то, что я не уделяю времяпровождению с Богом. Или же наши взаимоотношения. Поэтому, каковы правильные приоритеты, когда вы думаете о церкви, о семье? Как вы думаете, каким должен быть наш первый приоритет? Это легко. Это зависит от ситуации. Это правда. Но есть одна вещь или что-то одно, что всегда на первом месте. Никогда не меняется. Релэшеншип с Богом. Релэшеншип с Богом. Потом, такая, в обыденной жизни, что потом идет дальше? Церковь или семья? Кто говорит семья? Кто говорит церковь? Ну, если... То есть, существует разница. И бывают обстоятельства, когда это неприменимо. Но не в общем. Ну, другими словами. Мы должны собираться вместе, поклоняться Богу, как Библия говорит. Поэтому человек не должен говорить, что семья на первом месте, поэтому я не приду в церковь. Но, в то же самое время, некоторые церкви так слишком много требуют от людей делать, что у них не остается времени на семью. И именно тогда нужно принять решение, что моя церковь идет на первом месте в одном служении. Очень грустно, что многие люди, которые заняты в служении, их дети не хотят служить Богу. И обычно это все из-за того, что у них не оставалось времени на детей. И это неверный приоритет. Стыд, позор приобрести весь мир и потерять своих детей. Поэтому мы должны понимать, каковы должны быть наши приоритеты. Если мы не знаем приоритетов, то постоянно нас бросать то с одной стороны, то в другую. Готовы. Снова. Это непереводимое наречие. Что-то еще, какие-то еще вопросы по вчерашней теме? Что-то, что лично к вам проговорило? Посмотрите на это пустынное место, где живут овцы, пастухи. Медбар на иврите. Что ты, брат, сказал по поводу корневого слова? Медбар и еще второе слово. На иврите это с Медбар и Медбар пишется одинаково. Там огласовки разные и в зависимости от одного слова. Слово. Какое слово второе? Медбар. Медбар. Медбар, пустыня. Медбар, говорящий. Медбар means the one who speaks. Говорящий говорил. Or spoke. So, it's the same consonants, the same consonants, different vowels. Yeah, that's interesting. Okay, so, we see the different people in the Bible, they went to the desert. It was a common experience. So, we can see that the Lord will lead us into desert experiences. And we should not look at it as being led into the desert as punishment. Was Jesus being punished when he went into the desert? David, Elijah, John the Baptist? David, Илия, Иоанн, Креститель? Нет. But the children of Israel went through the desert. And because they did not learn the lessons they should learn there, they had to stay longer. And because they did not learn the lessons they should learn there, they had to stay longer. So, if we don't learn what the Lord is wanting to teach us, And if we don't learn what the Lord is wanting to teach us, We can find many years of our life wandering aimlessly, like they were, With no direction. So, that's why it's so important to hear God's voice, And to know what the Lord is saying to you. And to know what the Lord is saying to you. Because if you're not following what He's saying to you, You're going to miss the things He wants to give you. And you just go through life never knowing all the good things that God would have done. And when you get to heaven, you get to find out. But it's too late then. You won't be punished for that. But you will see what you missed. For everything that the Lord speaks to you, There's a blessing that comes when you obey. Yeshua said, Those who do the word, not hear the word, will be blessed. So, you can ignore what God is saying to you. But then don't ask people to lay hands on you and pray for blessings. See what I'm saying? So, it's so important then to be able to discern what God is saying. So, there are seasons in our life. And so, God takes us through periods of time where He's doing certain things in our life. A season can last for months or it can last for years. You need to discern the seasons of life that you are in. Sometimes we are in a winter season. And if you understand you're in a winter season, winter can be beautiful. And you can enjoy and understand what's taking place. There's a purpose for winter. In the cycle of nature, winter is important. There's spring times in our life. When new things begin to happen. There's new growth, there's new release. And it has its own kind of excitement and feel. And it has its own kind of excitement and feel. There's summer times in your life. Where you're just enduring the heat. And you're also enjoying the other fruits of summer. And there are times like autumn. So, there's different periods in your life. And these different seasons return. And these different seasons return. In the life of a vineyard, And if you take a look at the vineyard, And when it becomes winter, They do the pruning of the vines. And so the vine is pruned back, So it can be more fruitful the next season. And so the Lord says, There's too many leaves on your tree And not enough fruit. And you say, Oh, I like all the leaves. I like the way my tree looks. And the Lord takes out a chainsaw and goes, And starts cutting off the limbs. And you say, What's happening? And everybody's looking at your life And saying, Your tree's being cut back. It looks terrible. And if someone didn't understand What was happening, It could look bad. But Jesus said, Yeshua said, That the Father is the vine-dresser. And if you bear fruit, He's going to visit you With a chainsaw. He's going to visit you With a chainsaw. With a chainsaw. With a chainsaw. I have to go to the dentist this afternoon. There are some things you go, I don't want to do. So when the Lord comes with a chainsaw, You have to look at what the good fruit Will be in the future. Peter, пилой, бензопилой. You have to look at what the good fruit is. See, it's all having the right perspective. Все дело в том, Весь вопрос в том, Чтобы иметь правильную перспективу. If you don't have the right perspective, You can feel like God is not close to you. If your perspective is not fair, You have to feel like God is not close to you. You can not, You don't understand The times He's taking you through. And there are stages in life, Different ages. Также периоды жизни Именно по годам распределить. Различный возраст. So we're not to, The Bible teaches us not to despise The days of our youth, Because those are times of training. И как Библия говорит, Не презирать молодые годы, Юные годы, Потому что это период обучения, подготовки. И если вы стали верующим В большей старшем возрасте, Так это тоже является фактором. И также мы видим, Что в пустыне, Господь хочет говорить к нам, Он хочет изменять нас, Поэтому Он ведет нас в пустынное место. И также Бог воспитывает лидеров в пустыне. Поэтому Он ведет нас в пустыню, Потому что Он хочет нам говорить. Он ведет нас в пустыню, Чтобы изменить нас. И Он ведет нас в пустыне, Чтобы развить лидеров. Например, Давид, царь Давид. Он провел годы в пустыне, Не так ли? Подготовка на царство, Его была там. Моисея в пустыне 40 лет, Для подготовки вести народ. И апостол Павел 13 лет, Был в Аравийской пустыне, кажется. Когда вы видите такой шаблон в Писании, То обращайте внимание. И с помощью таких примеров Вы научитесь путям Божьим. И затем вы сможете распознать, Что Бог в вашей жизни делает. Потому что это отпечаток. Он не должен быть для нас трудным для понимания. Но если вы не изучаете Библию, Не читаете Библию, Вы не узнаете, что происходит. И Бог настолько благ к нам, Что все, что Он делает в нашей жизни, Он показывает нам в Библии также. И мы должны быть внимательными, Чтобы нам не быть невежественными. Иначе всю свою жизнь вы будете проповедовать о саранче и гусеницах. Летающих саранче и ползающих гусеницах. И все уйдут после церкви, Прослушав вас, И скажут, я не знаю, о чем Он говорит. Но Бог хочет дать людям понимание, Что происходит в их жизни. И Бог хочет дать понимание людям, Что происходит в их жизни. И этому мы должны их учить. Поэтому они будут знать, что делать вообще. И потому они будут благословлены. Очень важно, чтобы мы были практичными в нашем учении. Очень интересно бросать вызов интеллекту человека. Но среднестатистический человек, Который проблемы с браком, Детьми, финансовыми, здоровьем, Различными страхами и беспокойствами, Виной, стыдом, позором. И им нужно ободрение от Бога, Как нужно жить. Если будете учить на эти темы, Истинное Слово Божье, Люди будут освободиться и изменяться. И никогда не будет недостатка в людях, Которые захотят вас слушать. Но если вы проведете одно и то же послание каждую неделю, Возможно, вам нравится исцеление. У меня есть друзья, которым нравится исцеление. Я думаю, исцеление – это замечательно. Особенно, если я больной. Но я не хочу в церковь каждую неделю приходить, И слышать одно и то же послание об исцелении. Поскольку есть множество других проблем, С которыми встречаются люди. Если вы не знаете, о чем учить, Смотрите на жизнь людей, которым вы служите. С чем у них проблемы? Какие их вопросы? Говорите об этом. И это даст жизнь людям. Большинство людей проповедуют о том, Что им нравится, а не о том, что нужно людям. Мне нравится проповедовать о пожертвованиях финансов. Вот о чем я только буду проповедовать. Может быть, им не надо людям слушать это, Может, они это уже все поняли. Вы уже этому учили их 386 раз. Поэтому они уже все поняли. Может, давайте перейдем к какой-то новой теме. Аминь? Видите, как мы попадаем в эти ловушки, Когда мы не приносим жизнь людям. Давайте еще немножко поговорим о пустыне. В Терезакония, восьмая глава, Стихи первой по четвертой. Я вам переведу оригинал английский. Будь осторожен и внимательно следуй каждой заповеди, Которой я даю тебе сегодня, Чтобы ты жил и увеличился, распространялся, И чтобы ты смог войти и овладеть землей, Которую Господь обещал тебе с клятвой, Твоим праотцам. Помни, как Господь твой Бог Вел тебя через всю пустыню, Весь путь в пустыне, Эти 40 лет, Чтобы смирить тебя, испытать тебя, Для того, чтобы знать, Что в твоем сердце, Будешь ли ты хранить его заповеди. That's all. Okay. So here the Lord's telling the children of Israel Why he took them to the desert. Тут Господь объясняет израильтянам, Почему он повел их в пустыню. So why did he take them? What does it say? Поэтому, почему он ведет пустыню? I was waiting for you. I was waiting for you. Why are they in the desert? What does it say? Почему? Проверка, testing. Okay, test you to test you for what? What was the test? What was the test? It says what the test is for. It's not just the test. Там сказано, там сказано. Смирить народ. Too humble people. Что сказано в этом, в отрывке? Испытать, to test, что в сердце. What is in the heart? What is in the heart? The test is to see what is in the heart. Да, испытание для того, чтобы выявить, что в сердце находится. Now, do you think the Lord knew what was in their heart? Как вы думаете, знал Господь, что находится в их сердце? Probably. Ну, наверное. Потому... Why test them to see what's in their heart? Зачем вообще тогда испытывать, чтобы увидеть, что в их сердце? Научить. To teach. Okay? To teach them about what was in their heart, right? Поднять их на новый уровень. To lift them on the higher level. Yeah, okay, good. Good. To lift them to a new place. Take them to higher level. Новый уровень, новое место. Воспитать в них лидеров. Воспитать в них лидеров. To prepare leaders from them. And someone said a minute ago also to humble. И кто-то уже сказал, смирить. And what was the humility to teach them what? He goes, it says it here. Что за смирение? What was the sign of being humble? What here? How do they know if they're humble? How do we measure it? Как мы измеряем смирение? It says it here. Тут сказано. Послушание Богу. Obedience to the Lord. No. That's not what it's saying. Can you... Hello? Пустыня была местом смирения. The desert was the place of humbling experience. Yeah. But what was it going to teach them? Чему он хотел научить их? Научить их доверять Богу, чтобы они жили всяким словом, исходящих из уст Божих. To teach them to trust God, so that they will live by every word which comes from His mouth. Okay. From the Lord. So, the humility was... Потому... Смысл смирения. В чем заключалось смирение? Страх Божий. God's fear. Yeah. Смысл смирения в том, чтобы знать, что человеческая жизнь — это не только еда, питье и то, что у нас есть, чем мы обладаем. В большую часть своей жизни, о чем мы вообще думаем? В вещах. В смотках одежда. Чикен, рис, бензи, шоу. Туфли, курица, что там еще, рис, компьютеры, айподы. Правда? Да. Я имею в виду, это, что люди spend their lives thinking about most of the time. Люди думают об этом. Это нормально. Это так мы устроены. И Господь хочет научить нас чему-то. Что жизнь — это больше, чем просто эти вещи. Видите, все эти вещи — все в порядке с ними. Ничего плохого в этом нет. Но жизнь — это больше, чем просто эти вещи. Но как мы научимся это? Как Он их научил этому? Он все это забрал у них. Хорошо? Ты забыл о том, что сахар и сахар. Да. И мелоны. Да. Именно. Поэтому Он забирает от нас вещи чтобы научить нас, что Он может нам дать что-то намного более удовлетворяющее и что-то даже лучше. Потому что Сам Господь становится нашим сокровищем. А не только то, что Он нам дает. Потому что, otherwise, мы spend our whole life looking at the Lord just as our provider. И потому всю свою жизнь мы проведем в том, что будем созерцать нашего Господа, как только нашего обеспечителя. Кто-то, ну, знаете, есть такие заказы в интернете, ebay. Интернет-магазины ebay. И они, люди смотрят на Бога, как великий супермаркет небесный или великий ebay. Небесный интернет-магазин. Господь, мне нужно бананы, хлеб. Еще айпод, подбрось мне, если хочешь. Еще новые туфли, тоже классно, не помешает. Господь наш обеспечитель. Но Он больше, чем просто обеспечитель. Что сокровище — это Сам Бог. И Он хочет, чтобы мы испытали взаимоотношения с Ним и увидели, что Он намного красивее, намного замечательнее и лучше, чем все, что Он может сделать. И как Он может нас этому научить? Иногда Он нас оставляет без ничего. Но что произошло с израильтянами, когда у них было забрано все то, к чему они привыкли? Они начали жаловаться. Они роптали в сердце. Видите? Это тест. Вот в чем испытание было. Чтобы мы научились быть благодарными в любое время. И начали узнавать и искать присутствие Божьего. И также увидели, что то, что мы думали, что оно нас насытит, на самом деле оно не насытит, чем тот мир с Богом. И жизнь с более высокой мечтой. И что наша жизнь, это вращается не только вокруг нас самих, но также суть служения другим. Вот тогда ты находишь радость, мир. Тогда ты находишь удовлетворение. Иисус сказал, что не то, что человек имеет, обладает чем-то. Не в этом суть жизни. Но это все сокровища служения другим. И жизнь с целью. И когда мы делаем так, мы находим радость, мы находим мир. И наша жизнь будет нравиться. Мы просто в восторге будем. Но если ваша жизнь вертится только вокруг вещей, то никогда вам всегда будет недостаточно. Потому что каждый раз, когда вы что-то получаете, всегда есть что-то другое, чего вы хотите. Это как ловушка. Довольство Бог хочет, чтобы у нас было состояние довольства. Апостол Павел сказал, что я научился жить с многим и с малым. И он научился быть довольным во всем. То есть, довольство — это даже не значит, что я пройду через это. Но это просто состояние мира. Потому что ваша жизнь сосредоточена на чем-то большем. В вашей жизни есть большая цель. И что у вас будут вечные награды, а не временные. И даже то, что временное, что у вас есть, вы насладитесь этим. Но если ваша жизнь всегда сосредоточена на временном, вы никогда не будете счастливы. И если вы видите, что вы не счастливы, просто проверьте свою жизнь. И обычно все это происходит из-за такого. У меня нет того, у меня нет этого. Или же кто-то делает что-то неверное, и они не меняются. Видите, это все о том, что мы всегда концентрируемся на чем-то внешнем. Но когда вы фокусируетесь на вашем собственном росте, на своем сердце, тогда вы научитесь тому, что человек не живет только одним хлебом. Но всяким словом, который исходит из уст Божьих. И это наполняет, это дает радость, восторг, и дает цель жизни. И Бог ищет людей, которых Он может использовать. Поэтому вы не должны фокусироваться на себе. И вы должны сфокусироваться на служении другим. Вот к чему приводит смирение. Смирение, когда мы не фокусируемся на себе, но мы свободны для того, чтобы служить другим. И чем больше вы себя, как бы, тратите, отдаете другим, тем больше Бог благословляет вас. Чем больше вы служите, тем больше Бог вас вливает. Если всю свою жизнь вы будете только для себя собирать все, вы никогда не получите удовлетворение. Но если вы сконцентрируетесь своей жизнью на отдаче и служении другим, тогда Господь вольет снова в вас. Ищите прежде Царство Божие и Его правды. И все это приложится к вам. Чтобы вам не искать вещей, а искать Царство. И искать Царство значит, что мы служим другим. Это не только просто молитвы и воспевание каких-то псалмов. Но когда наша жизнь сфокусирована на цели, на предназначении. Вы должны молиться о том, кому Бог призывает вас служить. И куда Бог призывает вас служить. Какой группе людей и каким образом. Возможно, это дети. Или, возможно, больным людям. Или же основание церквей. И улучшение жизни людей. Но если это фокус вашей жизни, вы увидите даже такое, что те, кто не следует, не верующие в Ишуа, но не следует за Ишуа. Они захотят богословлять вас. Этого ожидает мир. Они не заинтересованы в том, что мы каждую неделю встречаемся, изучаем Библию. У нас не оказываем никакого влияния. Но как Ишуа сказал, что мы должны быть солью и светом. Но как Ишуа сказал, что мы должны быть солью и светом. И что никто не ставит свечу под стол. И это означает, что мы должны служить миру так, чтобы они увидели это служение. Мы не делаем это для того, чтобы нас заметили. И наша награда не в том, как нас похвалят. Но мы призваны служить так, чтобы мир посмотрит и поверит. Вот это можно назвать, быть светом. И что мы должны быть солью. Чтобы у нас был другой дух, чтобы наше поведение было другим. И благодаря нашему поведению, нашему отношению, тогда наше влияние будет как соль. Потому Господь ведет нас в пустыню, чтобы смирить. И научить. Человек не будет жить только одним хлебом, но Словом Божиим, которым исходит из уст Божьих. Как вы помните, Он вел их из пустыни в обетованную землю. Правильно? И потому обетованная земля — это место вашего наследия. Или же можно сказать, обетованная земля — это то будущее, которое Бог приготовил для вас лично. Вы можете идти, как бы, сами устраивать свою жизнь. Либо вы можете овладеть тем наследием, которое Бог приготовил для вас. И таким образом мы овладеваем ей. И что происходит? Наше наследие — это наше будущее. А водительство — это те шаги, которые мы должны делать в этом направлении. И когда вы послушны тому, что Бог вам показывает, когда приходит соответствующее время, Он показывает следующий шаг. И это процесс, который длиной в жизнь. И это означает овладевание своим наследием. Вот именно в этом есть вечная награда. И именно тогда в вашей жизни есть цель. И именно тогда вы увидите сверхъестественную силу и благодать Бога. Филиппийцам, вторая глава. Просто эта картина, можете записать это себе. Филиппийцам, вторая глава, говорит о поведении, о характере Ишуа. И я верю, что самые великие мужи и жены Божьи, которые когда-либо жили, жили с такой же страстью и с таким же отношением, которое описано во второй главе филиппийцам. И эта глава говорит не только о служении самому себе, но считать других более важным, чем ты. И Ишуа сказал, что самый великий человек на земле это тот, кто будет слугой всем. Самый великий человек, который не тот, которому все служат. Это мы так думаем. Но самый великий человек на земле служит большинству людей. Поэтому наш образ мышления такой, что я могу сделать сегодня, чтобы стать благословением для другого. во всех моих взаимоотношениях, как я могу стать благословением для окружающих людей. Так вы должны молиться, и так вы должны думать. в отношении студентов, в отношении других студентов, в отношении общины, в отношении прохожих. Каким образом я могу стать благословением для них? Если вы начнете жить таким образом, то ваша жизнь просто как взорвется. Вы будете наполнены так много силой и радостью. И вы увидите, что Бог сверхъестественно будет действовать. И вы увидите, что Он будет мгновенно отвечать на молитвы. И люди захотят благословить вас. Если вы хотите принять что-то, вам нужно сначала раздать. Когда вы принимаете, снова вы отдаёте. Или, как сказать, когда вы отдаёте, вы отдаёте, вы получаете. И как в Филиппийцам 2 говорится, что именно такое отношение было у Ишуа. Перерыв.